Солнце Тур. Реальный отдых за реальную цену. Одна из крупнейших в России сетей турагентств гарантирует вам безопасный и незабываемый отпуск. Звони 20-37-95. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. В Нововятске на улице Льва Толстого произошел разбой. Трое неизвестных били хозяина квартиры. Предметы для ударов подбирали разнообразные. От кружки до телевизора. Жулики требовали от хозяина квартиры 10 тысяч рублей. А потом стали выносить все ценное имущество. Они пришли с этим свинцом и сидели-сидели. И что-то словом за словом пошло-поехало. Они начали избивать нас. Потом, как бы сказать, Зуркета, Мазарычева. В общем, начали требовать нас деньги 10 тысяч. До избиения и выбивания денег налетчики вместе с потерпевшим Николаем выпили. Мужчина даже не ожидал, что гости поведут себя агрессивно. Когда Николай отказался отдать 10 тысяч рублей, разбойники решили вынести холодильник. Что они забирают в холодильник. Его вроде как. В счет этого, что денег нет. Ну, короче, избили меня. Бутылкой били, буреткой. Кружку разбили от меня. Такты потом телевизором ударили по голове. 30-летний подозреваемый Павел не отрицает свои вины, но уверен, что это был не разбой. По словам молодого человека, Николая он избил за то, что тот его обманул. Задержан за что? За 116. Что сделает? Человека на квартире избил. Зачем? За то, что он меня обманул. В момент разбоя Павел был под шофе, поэтому даже не помнит, какую сумму требовал у потерпевшего. Когда били что-то, просили у потерпевшего? Деньги за то, что он на него наговорил. Сколько денег? Сумма не была. Уточнено. Второй участник налета, 42-летний Сергей, ранее был судим. Ранее судим? Да. По каким статьям? 158-162. Сколько отбывал? 10 лет. Сергей свое вино отрицает. По его мнению, разбоя не было. Сейчас за что задержан? Вот объяснили, говорит, вот это. Моголчих. Ваша позиция какая? Не делал этого я. Впрочем, на этот счет у полицейских свое мнение. Жуликов поймали с поличным в тот момент, когда они планировали вынести имущество потерпевшего из квартиры. Выехавшая на место следственная оперативная группа обнаружила следы борьбы в квартире потерпевшего, а также имущество, приготовленное к вынесу. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчикам грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Михаил Вагин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok